Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Меня зовут Женя Гейн и в сегодняшнем видео мы будем вместе с вами тестить американские ресницы. Это, так сказать, наращивание ресниц в домашних условиях. Прикол в том, что эти ресницы вы клеите не сверху, как мы привыкли, не на ресницы, а под ваши ресницы. Конечно, производитель на официальном сайте не рекомендует ходить в них 10 дней, грубо говоря, да? Но я читаю в форумы, что девчонки ходят в них 10-12 дней, потом их аккуратненько снимают, очищают специальными средствами в домашних условиях, обратно складывают в коробочку и заново их повторно используют. Все равно я хочу проносить их неделю, спать в них, снимать всю неделю видео. Сейчас мы вместе с вами их наклеим, а затем я буду отрывками уже вставлять через день, через два и примерно вот сколько они продержатся на моих ресницах, столько мы и проходим, и я буду снимать видосики. Уже в конце этого видео я поделюсь с вами частным мнением, стоит ли их заказывать. Lushify. В общем, это, да, ресницы Lushify. Вы можете их как-то там отдельно заказывать пучками, можете заказать вот такой набор, как заказала я. В этом наборе есть специальные щипчики, при помощи которых вы наклеиваете ресницы. Также два набора с ресницами, одни подлиннее, одни покороче. Клей для ресниц. Есть с одной стороны черный клей, с другой стороны белый, но белый становится прозрачным, и все рекомендуют наносить вначале, пока вы новичок, белый клей, потому что черный, его якобы видно, и черный нужен для тех, кто использует подводку. В общем, рекомендуют использовать белый клей. И затем, я не знаю для чего, есть конечный такой штрих. В общем, когда вы наклеите ваши ресницы, вы должны прочесать их специальным вот таким гелем. Может быть, в вашей стране не умеют наращивать ресницы, плохо наращивают. Еще девчонки на форумах советуют, если вы там, например, едете в длительную командировку, не на море, потому что соленая вода, по-моему, пагубно влияет на реснички. Если вы едете в командировку по работе на 3-4 дня, то их тоже очень удобно клеить, вы будете постоянно в ресницах. Потом можете сами в домашних условиях снять без вреда для ваших ресниц. То есть, якобы эти реснички не вредят. Они натуральные, естественно, очень смотрятся. Давайте проверим! Да, эти ресницы пучками идут, они не по одной штучке. Здесь вот прям пучок неплохой, очень легко снимаются. И мне кажется, на один глаз достаточно 4 или 5 пучков. Но мы сейчас это проверим. Я еще люблю ресницы на внешних уголках. Я стараюсь на внутренние минимально наклеивать. Поэтому я не знаю, что выйдет. Давайте проверим вместе с вами. Так, в ютюбе показывают, что нужно вначале взять клей. Вот как раз-таки я открыла белый. И нанести локально под ресницы. Не на все сразу, а на ту зону, на которую вы будете вначале прикреплять реснички. Итак, я прикреплю первый пучок не совсем на край. В общем, вы должны нанести как-то так точечно, локально этот клей в несколько слоев. Вот я его вижу на своих ресницах. Он вначале белый. И вам главное успеть вроде как в течение двух минут наклеить ресницы, чтобы клей не высох. Этот пинцет удобный. Он такой изогнутый. Вы просто подкладываете. О! Вау! И сразу. Якобы вам нужно быстро зажать. Вот так. Чик. Ой. Они цепляются за щипцы, потому что здесь остатки клея остаются. Но тем не менее. Посмотрите. Кстати, нет ни одного русскоязычного обзора. Я видела только американские версии. И девчонки прям пальцами прилепляли. Даже уже смотрится классно. Вот у меня только на внешнем уголке совсем немного. Снова белый клей. Соседняя зона. Как-то много получилось клея, мне кажется. Отрываем пучок. Он легко отходит прямо от вот этой штучки. И накладываем. Ой, я прям как профессионал. Очень как-то легко и быстро все получается. И я их не чувствую на ресницах. Знаете, нет такого, что как-то утяжеляет. Или клей затекает в глаза. Никакого жжения. Очень интересно. Очень-очень интересно, ребят. Я лучше пальцами буду их скреплять, потому что на щипцах остаются остатки клея. И за клей тянутся ресницы и их оттирают немного. Третий пучок на середину глаза. А, прикрепляем. А, так клево они прям остаются. Ой. Задела пальцем. И она соскользнула. Так, я попробую пальцами. Ой, ну все вроде. Вроде как соединились. Немного сложновато, конечно. Я еще, знаете, привыкла себе клеить. А мне кажется, для девчонок, которые редко клеят себе ресницы, будет немного сложновато. Но, наверное, я к внешнему уголку наклею поменьше реснички, которые не такие длинные. И все на этом. Это будет, скорее всего, четвертый пучок. И хватит с меня. Получилось очень естественно. Ресницы прям красивые. И красивые, как будто наращивание произошло. Я сейчас наклею второй глаз. И покажу вам вблизи, как это все смотрится. Я наклеила ресницы на оба глаза. Посмотрите, как клево смотрятся они. Вообще просто. Хочу пальцами просто пройтись немножечко, приклеить их. Ой, не отрывается. Конечно, страшновато. Вдруг пучок отпадет, и у вас полглаза не накрашивается. Даже не придерешься. Если вот так вот смотреть, снизу немного, если вы криво наклеите, вот, например, на левом глазу я немного как бы неврятых наклеила. И если вот так прям совсем глаз раскрыть и смотреть на кого-то вот таким образом, тогда заметят. А если вы обычно смотрите на человека, мне кажется, он вообще не заподозрит, что у вас накладные ресницы. Если закрыть глаза, то тоже не видно, что они наклеены. И по инструкции нужно пройтись вот этим гелем, как конечный штрих. Как-то вот так по ресницам. Не знаю, для чего это делается. Может быть, клей как-то убрать лишний, либо наоборот, доклеить ресницы. Я не знаю, как вам, но я в восторге от результата. Еще в большем восторге буду, если эти ресницы придержатся хотя бы неделю. Хотя бы неделю. И если их можно повторно использовать. Я видела, что их очищают при помощи спирта. Просто замачивают одну минуту в спирте. Затем быстро высовывают. И аккуратно-аккуратно палочкой ушной очищают. С них все смывается. Они становятся как новые. И затем вы можете заново их прицепить. И не советуют, чтобы прямое попадание горящей воды было налицо. То есть в душе не стоять. Глаза вот так не тереть. То есть носить их очень аккуратно. И тогда они у вас продержатся долго. Мы это с вами проверим. Давайте увидимся через несколько дней. И посмотрим, что же на моих ресницах. Ребят, всем доброе утро. Четвертый день я в ресницах. До этого не снимала, потому что были выходные. Некогда было. Вот как раз решила после выходных снять и показать, что же осталось от моих ресниц. Дело в том, что я сама себе специально сняла вот здесь больше к внутреннему уголку пучок. И вот здесь пучок. А потому что мне не нравится, как на моих глазах именно выглядит полное наращивание. Я люблю, когда у меня ресницы только на внешних уголках. Ну, как-то мне так больше подходит, мне так кажется. И если говорить о ресницах, то я скажу о минусах, которые я заметила. Дело в том, что здесь клей, он достаточно липкий. Я бы назвала текстуру этого клея как пластилин, что ли. Он такой жидкий пластилин. Он не слишком липкий и не слишком сильно засыхает. То есть, он все равно ощущается на ресницах. Он очень-очень мягкий этот клей. Может быть, за счет этого и ресницы долго держатся и легко снимаются. И за счет вот этого клея, то, что он, в принципе, все время присутствует здесь, ресницы не слипаются. Нет. Пушок, мелкий какой-то пух. Какая-то пыль немного приклеивается на ресницы. И это видно. Я всегда какой-то щеточкой, либо пальцами смачиваю. Все это убираю дело. Уже, кстати, я принимала душ даже. И мне в лицо попадала струя воды. Ничего с ними так и не произошло. Вот. Чуть-чуть я вижу, что на этом глазу немного вот как-то у основания это дело отходит. Но это если приглядываться уж совсем. Но когда я пальцами поправляю, то есть обратно склеиваю, все становится на свои места. Мне нравится этот эффект. Если вы, вот еще раз повторюсь, какие-то длительные командировки уезжаете, то прямо ресницы держатся и все отлично, все нормально. Итак, ребята, всем привет. Итоговое видео прошло примерно неделя после того, как я наклеила ресницы. И если вы сейчас обратите внимание, на вот этом глазу нет ресниц, на вот этом остались. Я принимала сейчас душ, и последние ресницы отвалились на вот этом глазу. На этом остались два пучка. Что могу сказать? В принципе, с такими ресницами очень удобно в путешествии. Если вы вдруг на 3-4 дня уезжаете, наклеите их, как бы никаких проблем. Вы можете все это дело сделать самостоятельно. С этим клеем ресницы реально держатся. Он не супер склеивает ресницы. Он клей очень мягкий, какой-то пластичный. И ресницы можно спокойно снять. Вот я сейчас при вас сниму оставшиеся ресницы. Вы берете просто за основание, тянете их, снимаете. И даже не больно, ничего не тянет, не рвет. Как пластилин. Клей невероятно пластичный. И второй пучок. Чик. Все? Или еще там что-то осталось? Так, ну вроде бы еще что-то. Да, вот, последний пучок я сняла. И эти ресницы можно промыть заново в спирте и наклеить, если вы хотите. Я не буду наклеивать, потому что я в них уже достаточно долго проходила, протестила специально для вас, для этого видео. Могу сказать, что это не как альтернатива наращиванию. В принципе, потому что с наращиванием вы ходите 2-3 недели и особо не паетесь. А с этими ресницами немного сложновато. То есть уже последние дни, ну то есть на 5-6 день ресницы начинают уже где-то отходить, на них оседает пыль за счет того, что клей такой вот немножко липковатый. Приходится делать какие-то манипуляции, прокрашивать черной тушей, чтобы пылинки эти убрать, потому что пальцами вы не можете убрать, чтобы ресницы не оторвать. Но, с другой стороны, если посмотреть, если вы вдруг едете в дальний путь или там игру еще раз, командировка какая-то 3-4 дня и не краситесь вообще, они как бы и держатся, можно и неделю. В общем, вы сами решаете, для чего вам нужны эти ресницы и нужны ли вам они. Мне они понравились. Это прекрасная альтернатива другим ресницам накладным обычным, которые клеятся на вечер. Вы можете с этими ресницами ходить намного дольше. Решать вам. В общем, ссылку я оставляю в описании под этим видео. Тест пройден, мне они понравились. Буду ли я заказывать? Скорее всего, да, потому что у меня клей еще остался и еще остались пучки. Думаю, что будут когда-то такие моменты, что мне нужны будут ресницы несколько дней. Надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте лайки, комментируйте. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok